Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1Серж23. Итак, продолжим разговоры, посвященные... Вообще, продолжу серию роликов, посвященные фридайверу, фридайвингу, либо подводной охоте. И в данном ролике я вам расскажу о том, какое снаряжение вам понадобится, если вы планируете погружаться, и если вы планируете погружаться, например, в бассейне. В разнице принципиально между бассейном и морем, это в бассейне вам, вероятнее всего, не понадобится гидрокостюм, по крайней мере, в первое время, пока вы не начнете плавать в моноласте, пока вы не будете ставить какие-то личностные свои рекорды, а время для наступления личностных рекордов, в принципе, по идее, наступает почти сразу после того, как вы начали заниматься. То есть, вы каждую тренировку, будет каждая новая тренировка, будет ваш новый личностный рекорд. То есть, сегодня вы, например, там, вот, ну, скажем так, вот вы, например, опустились на дно, смогли провести, к примеру, на 5-метровой глубине, например, там, минуту, ну, или там, сколько там вы можете, с расходу. Хорошо, в следующий раз это будет минута 10, там, минута 20, потом будет 2 минуты, 2,5 минуты и так далее. То есть, и вы будете постоянно ставить для себя. То есть, если это не рекорд в мировом масштабе, либо вообще в каком-либо вселенском масштабе, это будет ваш личный рекорд. То есть, это будет ваше личное достижение, которое вы достигли. Итак, давайте для того, чтобы погружать, что нужно вам вообще понадобится, для того, чтобы вы могли спокойно заниматься фридайвингом в бассейне. Как я уже говорил в первую голову, самый главный, ну, нельзя назвать это аксессуаром, потому что это человек, то есть, вам понадобится либо напарник, а лучше всего инструктор. Инструктор, который будет понимать, что вы делаете. То есть, инструктор должен следить за вами. Это не обязательно должен быть фридайвер, абсолютно не обязательно. Это может быть опытный подвох, то есть, человек, который постоянно, допустим, там, занимается погружениями, занимается подводной охотой. То есть, потому что фридайвинг, это суть, по сути своей, практическое применение фридайвинга, это помимо кайфа для удовольствия, то есть, соответственно, это подводная охота. Разумеется, подводная охота. То есть, без этого никуда. Ну, потому что у любой вещи должно быть какое-то логическое применение. То есть, логическое применение фридайвинга, если вы, конечно, не имеете стать мировой звездой, или звездой российского, или какого-то там масштаба другого, то, соответственно, вам, по сути своей, не нужен именно инструктор по фридайвингу. Потому что вы можете почитать литературу, вы можете изучить все это мероприятие самостоятельно, вы можете послушать мои рассказы, можете послушать других людей, которые занимаются подобными вещами, можете наблюдать за техникой, которую применяют и используют. Вообще, это как бы, ну, не закрытая информация, ее достаточно много. И, собственно, корочки фридайвера того, что вы, допустим, закончили там первую волну, или там еще что-то там, вот если вы занимаетесь для себя, для подводной охоты, для начального уровня или вообще, то, в принципе, вы вряд ли будете показывать эти корочки-щуки, перед тем, как ее застрелить. То есть, ей будет абсолютно похрену, а вам это будет похрену тем более. Поэтому, как еще раз говорю, самое главное, чтобы с вами был человек, который понимает, что вы делаете, который знает, и даже если вы вообще капитально изучили всю теорию, то есть, если вы в курсе всего, что происходит, вы понимаете все процессы, которые с вами происходят, вы все понимаете, как говорится. Но человек, который будет наблюдать за вами со стороны, он сможет сказать, что, слушай, вот все здорово, но вот это ты делаешь не так. Вот это надо делать по-другому, и вот для того, чтобы у тебя были лучшие результаты, надо делать вот это таким или таким образом. И здесь вот поэтому возникает такая ситуация, что в этом случае вам, конечно, обязательно нужен человек грамотный. То есть, не просто приятель, товарищ, но тем более, как я еще раз говорю, чем вам понадобится инструктор, который, допустим, связан с МЧСом или еще с чем-то, потому что он будет, вероятно, брать на себя ответственность за то время, когда вы находитесь под водой. Потому что просто так занырнуть в бассейн вам никто не даст. Если вы почитаете правила использования любого бассейна, любого, допустим, этот, как его называется, там везде четко написано, запрещено нырять с бортиков, запрещено нырять с тумб, с трамплинов, запрещено погружаться, вот, и все остальное. Потому что если с вами что-то случается, то, в принципе, будет конкретно наказан человек, который выполняет функцию спасателя в данном случае. Вот, и поэтому вам не пустят просто так нырять. Вам не дадут этого делать. Поэтому здесь нужен инструктор. Вот, инструктор в лучшем случае. Инструктор может выступать, еще раз говорю, как инструктор, допустим, из Федерации фридайвинга местного, так может выступать спасатель, если вы с ним договоритесь, то есть, например, чтобы он за вами смотрел, то есть, может выступать подводный охотник, работник МЧС, то есть, ну, кто угодно, то есть, в крайнем случае, если бассейн абсолютно, вы абсолютно вхожи в бассейн, то это может быть там ваш приятель по подводной охоте, с которым вы планируете охотиться. Такое тоже возможно. Так что вот, первое, что вам понадобится, это вам понадобится человек, который будет контролировать ваш процесс, который сможет вас спасти, если у вас что-то пойдет не так. А с учетом того, что вы находитесь под водой, вы находитесь, допустим, на глубине, то пойти не так может достаточно большое количество вещей. Так что обязательно заведите себе инструктора, наставника, учителя, называйте, как хотите, но он у вас обязан быть и должен быть. То есть, должен быть человек, который будет смотреть за тем, как вы погружаетесь и как вы выполняете упражнения. Как вы производите раздышку, как вы производите тренировку на берегу, как вы производите тренировку перед погружением, как вы производите этот, как его называется, вообще все вот эти вот процессы, которые, допустим, нужны для того, чтобы вы произвели погружение. Как вы даже элементарные вещи, как вы одели маску, как вы себя ведете, как вы двигаетесь и все остальные вещи. То есть, он должен понимать все эти процессы. И вот в этом случае очень неплохо будет иметь инструктора как по фридаймингу, так и по подводной охоте. Потому что вещи, как еще раз говорю, очень сильно похожи и очень сильно переклещиваются. Теперь, второй аксессуар, который вам понадобится, это, соответственно, вам понадобится маска. Ну, вот у меня маска бушатовская. То есть, это маска для подводной охоты. Если вы планируете погружаться на какую бы то ни было глубину в очках для подводной охоты, не для подводной охоты, а в очках для плавания, вероятнее всего, вы можете получить травму глаз. Поэтому для погружений используется либо маска, либо погружение идет без очков и без маски, просто с зажатым этим, как его называется, носом. Ну, имеется в виду не руками, а специальным зажимом для носа. Если вы тренируетесь на подводную охоту, логично научиться расслабляться с трубкой. То есть, имеется в виду, об этом мы тоже поговорим отдельно. Грузы. Груз. Для чего нужен груз? Поезд с грузами. Поезд с грузами – это поезд, который может легким движением руки, отстегнув пряжку, вы можете его потерять. Потерять и отстегнуть его на дне. Для чего это сделано? Это делается с одной единственной целью. Что если у вас вы не можете всплыть, и если вы довели себя до состояния, что вы не можете всплыть, вам тяжело, а на вас висит порядка, допустим, 5, вот как здесь лежит, килограмм, 4,75 килограмма, то даже вот это легкое движение руки, отстегивание пояса позволит вам легче всплыть. То есть, это важно. Поэтому пояс должен быть обязательно, вот иметь вот такую пряжку, пояс должен быть специальный. Для чего нужны грузы? Если вы считаете, что вы без груза сможете уйти на дно, то вы глубоко заблуждаетесь. Вы, конечно, можете кратковременно опуститься до дна, но провести, допустим, опуститься до, если вы опуститесь до 20 метров и ниже пойдете, то вы будете подвергаться силе обычной, вы будете ощущать свободное падение. Вот. А вот на небольших глубинах вас будет выталкивать как пробку, потому что у вас достаточно большое количество кислорода, несмотря на то, что человек стоит на 90% из воды, в нем очень много кислорода. И вот этот кислород в легких и во всем остальном, он будет выталкивать вас наружу, то есть вам будет тяжело погружаться. А если вы повесите на себя груз и правильно его подберете, об этом будет отдельный ролик, это позволит вам непосредственно беспроблемно заниматься проплывом и заниматься погружениями на небольших глубинах, там, допустим, ну, я не говорю до 20 метров, а по крайней мере до, вот на 3-5 метров, которые будут вам доступны в вашем конкретном регионе, то есть вот для этого нужен обязательно пояс. Без пояса вам будет очень тяжело проплывать, то есть в конечном итоге с ластами вы эту технику освоите, но изначально это будет тяжело. И самый, как говорится, последний аксессуар, это ласты. Ну вот у меня ласты-дельфины, в принципе, я их покупал не для бассейна, но для бассейна они вполне нормально подошли. Это не профессиональные ласты для фридайвера, но они очень неплохо работают на небольших водоемах, я их покупал, в принципе, для подъема на глубины, там, 2-3 метра, как раз в Неро. То есть, и они небольшие, большие ласты мешают, в данном случае, если водоем небольшой совсем, либо водоем большой, но очень много травы, зарослей там, и глубина небольшая, в Неро глубина-то опускаешься 1,5 метра максимум, по большому счету, то есть, и дальше идет просто слой ила. И поэтому здесь, как бы, вот небольшие ласты, вот такого плана, такого размера, они очень актуальны. Ну и, как показала практика, что, в принципе, они очень неплохо подходят для погружения и для проныривания. Так что, вот, еще раз, что понадобится? Всего понадобится вам 5 вещей. Инструктор, это не вещь, это человек. Вам понадобится обязательно инструктор, вам понадобится обязательно маска, вам понадобится, если вы тренируетесь на подводную охоту, трубка, я ее не использую, потому что я тренируюсь по системе все-таки фридайвинга. Вам понадобится пояс, грузы на нем, для того, чтобы компенсировать подобранные грузы, для того, чтобы компенсировать плавучесть, и вам понадобятся ласты. Как еще раз говорю, ласты, такая штука, они могут стоить неимоверно дорого, поэтому, очень дорогие ласты сразу не покупайте. Вот такого плана вам вполне будет достаточно. Вот в таком размере вот показываю. А так вот, в принципе, это все, что вам потребуется для того, чтобы начать уже заниматься погружениями. Если у вас будет вопрос, как всегда, можно задать на почту 11-23-собака-мейл.ру, а сейчас я буду про каждый из этих аксессуаров рассказывать отдельно. Спасибо за внимание, до свидания.